Газпром заинтересован начать строительство трубопровода. Основная ветка пойдет в Китай, а вопрос газификации Бурятии и Иркутской области остается открытым. Как отметил Алексей Миллер, строительство газопровода напрямую зависит от потребителя. Трубу не начнут строить, пока не будут уверены, что газ купят. Ведь не секрет, что в Восточной Сибири большим спросом пользуются уголь и дрова. Газ не занимает там до сегодняшнего дня достаточной доли. К чему это приводит? Это приводит к тому, что нет достаточно большого количества потребителей, даже на среднесрочной перспективе, обращая ваше внимание. Алексей Миллер отметил, что ожидания от использования возобновляемых источников энергии слишком завышены. Например, Германия, которая имеет немало ветровых и солнечных станций, не может отказаться от покупки российского газа и является основным потребителем в Европе. 20%, то есть 1,5% от конечной цены электроэнергии в Германии идет на субсидирование возобновляемых источников энергии. При этом это делается из кармана конечных потребителей. Что касается цены на газ, то, как отметил Миллер, она напрямую привязана к цене на нефть. Поэтому, если происходят колебания на нефтяном рынке, то, соответственно, меняются цены и на голубое топливо. Нам остается лишь ждать, что Газпром посчитает газификацию Бурятии рентабельной. Надежда Хлыстова, Геннадий Шаипов, Новости дня. Спасибо.